Всем огромнейший привет! Сегодня обзор, чего нам подарит, чего выпустит Лос-Карабео в 23-м году. Я подобный обзор, отсчёт записывала в начале 22-го года, но в этом году я прохлопала. И благодаря Ирине Адекватному Астрологу, которая уже записала обзор на данную тему, мы с вами будем разговаривать. Благодаря тому, что она подойдёт ссылочка, мы будем с вами разговаривать тоже на эту тему. Советую посмотреть, что там Ирина записала по данному каталогу и сравнить моё впечатление и её. Итак, ну что, давайте начинать. Видео будет долгим, длинным, тут целых 80 страниц. Ну, вот такие легенды Таро. Ну, не знаю, мне не нравится. Во-первых, какие-то блохоискательные карты. Вот вроде бы как что-то интересное. Вот смотрите, насколько оно какое-то убогое. Ну что, ну вот рыба не рыба, змея не змея, демоны не демоны. Какое-то оно, ну, не капущее, да. Коллажи какие-то невкусные, некрасивые совершенно. Ну, это нас ждёт в марте месяце. Я думаю, что у нас есть время выбрать. Может быть, что-то поинтереснее. В общем, Таро, сказок и легенд мне не нравится. Один из пяти. Египетская арт-нуваторо решили на теме Египта всё-таки прославиться в мае 23-го. Ну вот, вроде бы как рисовка и неплохая, да. И вот сила нравится. Тема Египта как будто бы она сейчас вот вообще перестала быть такой модной, актуальной. Я не знаю, почему вот Египет так сдал свои позиции, да. При том, что мне нравится египетская тематика. У меня есть египетские колоды. Ну, как-то... Сами по себе карты красивые. Но работать, я думаю, никому не захочется ими. Вот просто в коллекцию. Может быть, может быть. Ферри-фолк. Ну, подобных есть Таро Ферри. Есть же полно подобных с феечками, с крылышечками, ушастых фей. Ну, кому нужны ещё такие малозапоминающиеся? Слушайте, ну, это просто издевательство. Ну, зачем они нам? Вот давайте... Ну, закрой ты рот результаты поиска. Результаты поиска ты меня подслушаешь. Ну, что? Ну, ничего здесь интересного нет. Нет, посмотрите. Абсолютно какое-то... Ну, мне не нравится. Вот это какое-то лицо ку-ку такого дебильчика, да, на шуте. Ну, никакое просто. Что он, сидит на заднице у черепахи или где? Да, да, на черепахе сидит. Не нравится мне совершенно. Ну, никакой смысловой нагрузки, наверное, в этом Таро и не должно быть. Ладно. Что у нас тут такое карандашное? А, это йога Таро. Ну, слушайте, ну, вот это я как почему-то идея обезьян и Аладдина какого-то у меня. Вот Индия какая-то, да, вот больше. Ну, опять-таки, у меня подобное есть в стиле йоги. Йога курицы тоже там разные движения. Не заходит мне такое. Непонятная рисовка, можно поломать глаза. Красиво прорисованная, я согласна, можно даже увеличить. Ну, слушайте, ну, тоже оно какое-то никакое, да. Кто будет эти блохоискательные узорчики разбирать? Кому это надо? Где мы найдем таких извращенцев? Нигде, я не буду разбирать. Вы будете? Я не буду. Давайте дальше. Ух, Иннерлайт Таро. Опять-таки, феминность, девочки. Рисовка как будто бы из двухтысячных. Подружки. Ну, может, феминистки купят. Кто его знает? Ну, мне не нравится абсолютно. Вроде бы такая приятная гамма кофейная, да. Но вот он пустой такой. Еще один недарок. У до Таро ему далеко. О, смотрите, что-то такое знакоменькое тут. Это Таро традиций. Традиционное Таро. И даже на рубашку, посмотрите, они заселили лилии и розы. Все по классике, по канону. Ну, это от автора мистического Таро, от автора Таро «Фонарь Джека» Гиани Коста. Все вы знаете этого автора. Он рисует подобные карты. Цветовая гамма один в один, да. Те же краски, видимо, используют. Видимо, у него краски остались от предыдущих колод. Вот он решил Таро традиционности выпустить. Ну, гамма неплохая, вполне может быть, для тех, у кого нет еще одной колоды райдера. Войта могу поставить троечку из пяти. В принципе, неплохо нарисовано. Но мне тоже она не нужна. Ух, Вандер Растаро. Да, вот такое Вандер Растаро. Вандер Растаро, Михаила Долосио, Переолука Зизи какая-то, а-ля цирк, а-ля что-то такие, какие-то волшебства, чудеса. Да, вот смотрите, симпатично сделано. Ну, по цветам она мне напоминает что-то уже такое было. Что-то вот совсем недавно я покупала в такой фиолетовой гамме, сиренево-голубой. Что-то такое уже у нас было. Вот напомните, что это у нас было. Прямо моря очень походу. Но неплохие ракурсы, необычные. Да, здесь Йох у нас, смотрите, на карте Мах парит в воздухе. Здесь у нас, хотя нет, это не Мах, наверное, это четверка кубков, да, а может быть, умеренность. Вот даже непонятно, что это. Может быть, жрица. Но тут поинтересней. Вот здесь и дьявол какой симпатичный. Давайте я поближе глянем. Вот он, дьявол, смотрите, какой красавец. Даже дьяволица у нас, видите, какая. То есть тут, в принципе, можно разжиться этой колодой. Есть в ней какая-то фишка, изюминка. И что еще они пишут? Пишут, что это будет аж октябрь, 23-й год. 78 карт, да. Вандерер старот, да. То есть, получается, второй чудес. Следующее у нас что? Чудо-чудное, дива дивная. Longest dream. То есть такая длинная, длинная мечта какая-то. Ну что? Ну, тут пиратская тема. Тут девочка у моря. Рубашка необычная. Смотрите, какая. Гляньте, какая рубашка, да. Но в целом, ну, такого, чтобы покупать, да, вот я не вижу здесь. Вот не моя история, чтобы покупать. Вот это мне нравится. Берешь, рисуешь, что хочешь на них, да. Вот эта идея классная. Называется Invisible Таро. Невидимая Таро. Кирки Таро. Ну, вот такая тема. Я так думаю, что это цирк, не цирк. Непонятно тоже, что. Рисовка мне не нравится. Нравится вот когда такие коробочки, шкатулочки. Ну, это мне нравится. Тут что у нас еще? Райдер Таро. Сет Эдишн. То есть, я так понимаю, что в такой коробке это будет лимитированный вариант. Лонжер Стрим. Давайте посмотрим дальше. Ну, а эту колоду мы увидели с вами на Алиэкспресс 100 миллионов раз. И теперь они ее засунули сюда в каталог и надеются ее продать по той цене, по которой надеются. Я думаю, уже у всех есть с Алика. Вот эта копия, этот вариант. Не знаю, кто-то будет покупать этот вариант. Черная с позолотой Марселишка. Я даже не уверена. Мне кажется, это провал. Вовремя нужно было им выпустить ее. Так, что у нас еще? Вот такая вот а-ля Подмарселя, Менхиат, Альгигну. Ну, не знаю, уже нас перекормили этими старинными колодами. Мне кажется, они тоже никому сейчас не встали. Сейчас хочется чего-то легкого, интересного. И то, чтобы у тебя энергетически напитывать. Египетская Таро. Таро 909 года. Классическая Таро. Виса-Верса. Это все было. А вы знаете, многие колоды, которые ушли в этом году, мимо многих людей, прошли мимо. Потому что многие люди переезжали. Особенно люди, кто из Украины. Многие люди, кто и не из Украины, тоже имели проблемы и трудности. То есть, возможно, какие-то колоды, которые уже и вышли, вы их только сейчас заметите. А это игралки симпатичные. Карты трансформации. Да, вот смотрите. Симпатичные для тех, кто работает с игралками. Можно рожиться. Обычно игралки подешевле. Вот. Ну, какие-то интересные образы. Так. Дальше. Ну, Вика. Оракул карт Вика. Столько этих тоже виканских оракулов. Еще один. Обязательно нужно змеи. Обязательно женщины такие в плетели с кроликом. Ну, мне не особо. Мне не нравится такая Вика. Ленорман. Вот такой вот оракул растений. Планс. Ну, для тех, кто любит растения, может быть, он подойдет. Мне он не какущий абсолютно. Давайте посмотрим дальше. Вот такая игра, кстати, у меня с кристаллами осталась в Украине. Ни разу я в нее не играла. Мне ее подарили. Мне приятно, конечно, но ни разу я в нее не играла. Надо исправлять, поиграть. Камни, кстати, там натуральные, да. Но набор у меня несколько от этих отличается. Здесь вот такое вот табло. Времена года и камушки. Такая нехитрая игра. Вот это вот табло, оно разбирается. Оно меньше, оно просто раскладывается. Дальше. А почему не 23-го года? Это старая игра, это просто переиздание, видимо. И коробка даже такая была. Оракул богинь тоже. Вот вам нужен оракул богинь таких вот. Ну, Зоря, Дивана. У меня, по-моему, такой оракул вот этих вот богинь есть самоиздат. Да, это новый релиз. Рубашку, конечно, они испортили. Вот абсолютно она и не идет. Правда же? Вот эта уродливая синяя-фиолетовая рубашка всегда была в какой-то коричневой гамме. Но, тем не менее, вот таких вот сделали. Вот такая колода будет. Inspirational goddess oracle. Ну, допустим. Ну, рубашка и коробка права полны. Идемте дальше. Ну, она может быть на троечку эта. Что у нас дальше? Тут вообще непонятная абстракция. Я такое тоже не особо люблю. Ленорман, Делья Нуэт. Знаю, что есть второго длину. И теперь такая же не как ущелья. Ленорман, на котором можно глаза выломать. Ничего не видно, ничего не понятно. Ну, что это за карта-букет? Тут и луна, тут и женщина дородная, сисястая. Тут и букет, тут и ленточки. И вперед она смотрит в будущее. Непонятно. Я бы подумала, что это вообще карта-бланка. Не, не. Карта-дом. Ну, тоже. Не знаю, не нравится. Не нравится. Пока у себя не представляю. Волк красивый. Да, вот волк, наверное, это в качестве карты собака. Вот он не нравится. Остального нет. Нет колод в виде одной карты. Так бы я его взяла. Ну, что это вообще какая-то непонятно, что это мишанина. Ужасно. Не нравится тоже. Ла-Путин Оракул. Что за Ла-Путин Оракул? Что за Ла-Путь? Непонятно. Я даже не хочу на нее обращать внимание. Маленький Оракул. Ну, такой маленький Оракул, наверное, новинка. Слушайте, маленький Оракул. Ну, такой тоже вот он под старину. Может быть, кто-то и купит себе. Но я этим человеком точно не буду. Мне не нравится. Как-то ласкорбило все больше и больше как-то, да, вот неприятно, да. Вот хочется чего-то интересного. А вот такую какую-то нам хрень дают. Слушайте, ну, прям вот вообще. Прям вот как-то хочется что-то. Понятно, что уже много чего есть, да. Ну, согласитесь, вот прям вот все такое вот какое-то неолек, да. Вот такое вот какое-то. Нету идеи какой-то уникальной. Нет какого-то ключика. Вот ощущение, что уже все колоды хорошие нарисованы. Ну, давайте дальше посмотрим. Ну, вот что это? Это руны, да. Руны бумажные, руны деревянненькие. Ну, кому они нужны? У всех уже есть деревянные руны. Руны нужно резать самим, понимаете? То есть, ну, это тоже нет. Дальше. Ничего тебе не удалось найти, не подслушиваясь за мной. Таро Марселя. Таро Кардня. Ну, симпатичная рисовка, но не больше. Таро практического человека. Мне понятно, что. Опять-таки вот эти все асаны. Йога. У меня есть подобный оракул. Покажу только там курица главный герой. Тоже она делает позы в йоге. Ну, он только называется Таро Курицы. Что еще? Талисманы, монеточки. И, ну, такое на Алиэкспрессе полно такого добра. Я их воспринимаю для подростков в большей степени. Вот. Что еще? Мешочки красивые. Мешочки симпатичные. Видно время этот год, чтобы покупать мешочки. То же самое. Вот это вот с Алиэкспресс барахло. Вот эти вот луны, вот эти вот браслетики. Это все Алиэкспресс. Алиса Вондернэнд. Это книга у нас, да? Алиса никогда не была блондинкой. Тем более со стрижкой. Она какая-то здесь, я извиняюсь, какая-то возрастная тетя Мотя. Она рыжая была. У нее были длинные волосы. Какая-то сильно она взрослая здесь. Это Алиса. Не знаю. Я очень люблю книгу Алиса в стране чудес. Мне она безумно нравится. И, ну правда, ну что-то тут мне не нравится саморисовка. Как-то сильно ее вырастили. Слишком она, посмотрите, взрослая во всех местах. Все эти заголенные животы. Как-то это, ну вообще не то. Не то. Пальто. Все страньше и страньше, да? Ну что, давайте посмотрим, какие еще колоды. Ну тут старый вот весь этот ассортиментик. Сейчас я приближу для того, чтобы мы могли с вами посмотреть, что у нас тут. Ну ничего нового. На манеже одни и те же. Вот это хорошая колода Тарофи. Я ее люблю. Я за ней скучаю. Скоро вам запишу колоды, за которыми я скучаю. Нефертари египетская в золоте, тоже симпатичная. Но, опять же, не особо популярная сейчас. Что у нас еще? Египетская такая. В общем, много по Египту они выпускают. Но как-то она мимо нас, да? Вот как-то вне моды. Таро Ренессанса у меня есть. Вообще не работаю с ней. Это у нас Тарофей там на заднем фоне. Ну как-то вот тухленько, тухленько. Что еще? Что еще можно посмотреть? Ну давайте я уменьшу обратно. Ну смотрите. Тоже тут ничего. Все старые колоды ничего нового абсолютно. Климты, не Климты. Таро Союз. Баинь. Афроамериканская. Ну вот вообще ничего. Ну хоть черный гремуар выпускается, и то счастье. Ой. Поганка ты. Колесо года. Куда уж без колеса года, конечно же. Ну, золотой выйдет. Иллюминаты. То есть все по-старому. Николета, Хэппи Таро, Телема. То есть все на арене. Автор Таро, пожалуйста. Которая так и даже не раскрыла. Она у меня лежит, валяется. Даже не раскрыла. Вот верите, так его хвалили все. Руки не дошли. Вот эта колода Кет Таро тоже у меня осталась. Ну, как-то вот оно все. Любимая колода гороскопщица Арканом Таро. Да, она нужна. Конечно, нам хорошо, что ее не снимают с производства. Ну вот честно, вот даже ни на что глаз не ложится. Вот впервые такое, правда. Вот прям даже вот, вот правда. Вот так вот. Ну, может быть, я себе дублем возьму. Ведьму большую колоду, возможно. И Небо и Земли Таро. И то не факт. И то не факт. Dancing in the Dark Таро. Точно скопипастили Тру Блэк Таро. То есть только добавили желтый цвет. Тоже не надо, спасибо. Вот. Вот это вот радужная Таро. Ну, какое-то тоже непонятно. Таро оппозиции нравится мне. Таро оппозиции, возможно, я приобрету. Фонарь Джека нет, спасибо. Руническая я приобрела реплику для ознакомления. Если понравится, куплю оригинал. Ну, вот как бы и все. Вот вы знаете, как-то вот все очень тухленько. Фаер тоже у меня есть. Вот над этой колодой я думала Таро Диос Дель Ро Стресс. С тигром думала. Ну, уже вот тигра истекает. Надеюсь, что и колода не нужна. И вот эта колода котов. Вот мне на нее девочки советовали. Я все ждала, что она мне придет в дар от кого-то. Но пока ее у меня нету. Вот над ней я подумывала, честно скажу. Ну, это испанские колоды. Я так понимаю, почему их здесь показывают. Может, Лоскоробеев будут печатать. Непонятно. Вот это тоже испанское. Вот это непонятно. Все непонятно. Как-то мелко их берут. Хотя колоды тут встречаются поинтереснее, чем те, которые крупным планом. Ну, ладно. Николета Чиколи. Что это у нас? Таро. В коробочке в такой новой виде с красным. У меня еще старый вариант коробки без красного. Может быть, это более удобная коробка. Не знаю. Ну, Санта-Муэрта, понятно. У меня Санта-Муэрта в двух экземплярах. Вот это универсальное кельтское у меня для ознакомления из Алиэкспресса. 3D Rider Waite, который как переливной календарик. Ну, неплохой, но я себе его не хочу. Климт у меня Минни. Люблю Климта Минни. Он прекрасно работает. Красиво выглядит. Ну, а этот Таро на Алиэкспресс уже все, кто хотел, купил давно. Зачем мне его выпускают, непонятно. Этот обтрепанный неинтересен мне. Ой. New Vision уже такое все старинное. Уже такое все... Ну, это серебряного ремесла ведьмовского тоже есть. Скучная колода рабочая, правда, она Silver Witch Crafter. Ну, она такая скучная-скучная. Никакущая. Стармонторо. Ну, в нем есть хотя бы хоть что-то. Но он не новинка, он старинка. Ну, может быть, себе куплю. Не знаю. Дальше давайте смотреть, что у нас интересного, полезного. Пока прям вот тухло-тухло вообще. Слушайте. Ну, Чиколи Оракул, да? Ну, у меня его нет, Чиколи Оракул. Карточки Зенера. Вот это неплохо. Опять же, их можно самим нарисовать. И не надо будет их, например, делать. Оракуль Земли. Вот такой вот у меня есть. Работаю с ним крайне редко. Он красивый. Ну, как-то я вот особо с ним не работаю. Ну, вот как-то, ну, за душу не берет, да, скажем так. Нет такого рвения у меня, чтобы с ним работать. Ну, хоть что-то будет шикарное. Вот, ну, Монара Оракул. Вы знаете, думала и стимпанк Ленорман. Думала, думала, ну, а зачем он мне нужен? Мне прекрасно все Таруха говорит. Я не хочу даже эту мишанину. Что еще здесь? Что, что у нас такое? Делануит Оракул нет. Египетский кот Оракул. Как-то они сильно за Египет взяли, да, вот на этой теме поразитировать. Прям сильно-сильно. Ну, эти девочки все вампирские. Люси Кавендиш, они у меня есть самые разные. Тоже вот надоело нового ничего. Как-то вот совсем тухло. Слушайте, ну, будет что-то оригинальное. Оракул, вот этот Каждый день у меня есть. Ленорман, вот эти все. То есть тут вот совершенно такая классика-классика. Гран-табло Ленорман. Опять же, классическая колода без каких-то изюминок. Мне неинтересно. Кампин-медиум, ведьм. Что это у нас такое? Ну, давайте посмотрим поближе. Что это за ведьмы? Какие-то некрасивые изображения. Тухлые, тусклые. Магический, ботанический оракул. У меня его нет. Ну, мне он похож все равно чем-то на Робосарксян. Да, только менее красивый. Да, я знаю, что там книга такая более подробная у Ирины на канале. Можете посмотреть. Вот она первая и обзор сделала по этому каталогу. Но, слушайте, ну, как-то вот совсем тухло. То есть, ну, вот такого, чтобы завлечь меня картинкой сейчас, да, чтобы мне прям захотелось вообще ничего нет. Слушайте, о, дела. Ну, руны, да. Ну, руны как руны. Но, опять же, они всегда были шкатулочки под деревянные руны. Шарики, энергетические камушки. Как-то совсем-совсем бедненько. Как-то, слушайте, маятники. Ну, маятников много. Смотрите, опять же, все это на Алиэкспресс тоже продается. Мешочки. Мешочки вообще, ну, десятилетиями даже вот принт не меняется. Вот у меня такой мешок есть. Таким уже больше десяти лет. Вот такой тоже есть. Вот такой у меня тоже. Ну, хоть чуть-чуть бы менять было с корабель. Меняйте хотя бы принт на мешках. Ну, одно и то же. Ну, правда. Ну, как-то, ну, несерьезно. Слушайте, вообще, и скатерти одни и те же с этими рисунками, которым сто лет в обед. Где новые рисунки? Где какие-то новые идеи? Ну, как так можно? Ну, спиритическая доска, она мне не нужна. Ну, синенького цвета, симпатичного такого, да, вот, неплохая. Дальше. Ну, талисманы мы видели, блокнотики мы тоже видели. Ну, вот, закрывали на рукой блокнотик зомби, я так понимаю. Ну, как-то на 160 страничек. Не сильно толстые, не сильно тонкие. По свечечке с печатью продают. Ну, слушайте, вот ощущение, что это для детей магазин какой-то становится. Да, вот эти печати со свечечками. Как-то это всё, вот, пёрышко писать. Да, вот, у меня ощущение какого-то джума или алиэкспресса, ну, слушайте, ну, как-то несерьезно. Ну, правда. Даже для меня я люблю какую-то такую вот отсебятинку, но это прям чересчур. Что это у нас? По единорогам какой-то. Ракул. Тут какие-то постеры, я так понимаю. Тут у нас игральные карты пошли, да? Вот такие гладиаторы. Да, плейнг-карт. Ну, не знаю. Игральные карты с гладиаторами. Ну, может быть, там у них симпатичные фигуры. Ну, как-то совсем тухленько. Стар Магик. Леонардо да Винчи игральные карты. И что же у нас дальше? Всё. Мы закончили? А это что такое? Кто это у нас с такими копытами симпатичными стоит? Что это у нас за колода? А ну-ка, расскажите, покажите нам. Непонятно. Может быть, это просто. Вот я так и не понимаю, что это. Кто понял, в какой колоде данная колода относится, напишите. Рисунок симпатичный. Рисунок симпатичный. Копыта зачётные. Ну, я, конечно, в шоке от такого. Это, наверное, худший каталог, который я видела за всё время в Лос-Коробе. Очень-очень уныло, однообразно и скучно. Я буду надеяться, что что-то всё-таки интересное будет. Что-то, может быть, захочется заказать, прикупить. К чему-то хотя бы воспылаю интересом, потому что вы меня простите, но в этот раз вообще нечему просто глазу зацепиться. То есть всё настолько унылое, настолько всё какое-то, ну, никакое, скажем так. На этом я сегодняшнее видео буду завершать. Спасибо всем, кто посмотрел. Надеюсь, вы себе подберёте перо, либо, может быть, какую-то оракулу, и это время не будет зря потраченным. Вы на канале «Литка-гадалка», смотрите видео у Ирины на канале тоже по этой теме, по обзору. Сама с удовольствием его посмотрю. Специально не смотрела для того, чтобы впечатление не смазывать, да, не повторять словами из её обзора. Сейчас с удовольствием посмотрю. Ну, конечно, посмотрим ещё другие обзоры, другие новинки. Ну, здесь мне в оскорбе помог хорошо сэкономить деньги, потому что ничего практически меня не зацепило.